Саибольство Италия, 6-6-7, левер 3-9-0. Мортили 6-6-7, глобал, и рейдер свободен в шердове. Я... я не думаю, что этот ролик будет претендовать сразу на какую-то сильную заявку. Мы постоянно пытаемся стремиться вперед, где-то ищем новые места, пытаемся развиваться, но... Этот ролик... Все пошло не по плану. С самого начала все пошло не по плану. Я не буду вам рассказывать. Я думал, вы это все должны увидеть сами. Итак, в день 1-й переделки. Сейчас мы находимся около деревни Переделкино, Московской области. В Финске, как в отношении Переделкино. От всего Переделкино. Для Блёновских Курганов. Наполеоновские Курганы. Наполеоновские Курганы. Добро пожаловать в Переделкино. Это место входит в топ-5 самых таинственных и мистических мест Подмосковья. Якобы в этом лесу, где находится Курган, у людей останавливаются часы. Начинают радиоприемники фонить, сбоить и все что угодно происходит. Непонятно, что с этим делать. Мы сюда приехали. У нас буквально есть полдня для того, чтобы отснять. После последнего ролика я понял, что технически мне неудобно носить и камеру, и фонарь в одной руке. Поэтому я сделал себе вот такую техническую вещь. Подключил два фонаря, поставил камеру, запитал все это одной кнопки. Два фонаря одновременно включаются и выключаются, что позволит мне более плавно и четко перемещаться и снимать. Что касаемо этого места, у нас есть ровно полдня для того, чтобы мы могли проверить, миф это или не миф. Мы технически очень сложно подготовились. У нас в машине лежит палатка, мы собираемся остаться с ночевкой здесь. Мы принесли очень много оборудования. Все это сегодня увидеть в этом ролике. Все, что у нас получится, хоть как-то связаться, либо что-то, не знаю, показать вам, обязательно увидите в этом ролике. А пока, я надеюсь, приятного просмотра вам. Меня зовут Ракета и погнали смотреть, что же будет дальше. В общем, сейчас поговорили с девушкой. Она говорит, так как это молодое поколение, она говорит, что здесь нет курганов. С ее слов. Она говорит, что курганы есть в Единцовском районе и дальше туда. Но у нас по времени ограничено. Мы попробуем все-таки найти здесь. Сейчас пойдем к старшему поколению. Может быть, там что-то конкретное ей скажут. В общем, будем сейчас пытаться искать кого-то. Вы местный? Нас интересуют, здесь ходят легенды, что якобы здесь есть наполеонские курганы. Не знаете? Нам примерно плюс-минус дали ориентир, куда двигаться, в каком направлении. Сейчас мы, наверное, сразу на машине поедем, потому что пешком перемегаться здесь много. И если что-то, естественно, мы найдем, я думаю, сразу включимся. Но пока как-то все это не внушает, потому что кого не спросим, никто не знает, что и как. Видимо, это все-таки дизинформация. Лично мое мнение, я не знаю, мы находим, по-моему, в какой-то жопе. Просто в жопе мира. И единственный путь это в ту сторону куда-то идти. Там, в Мещерске, этот парк. Попробуем. Я сомневаюсь, конечно, что в этом что-то найдем, но... Как говорят, с чем черт не шутит? Ну и все, приехали. Дальше нам придется идти в лес пешком, потому что это территория санатория, и проезда нет. Шлагбаум открытый, но получать здесь сейчас территория санатория, мы на машине туда не проедем. То есть, как бы, что с этим делать, я не знаю. Единственный вариант – спешиться и передвигаться дальше. Сколько нам идти, я не знаю. Поэтому, что делать, придется идти. И где это место находится, я тоже не знаю. Погнали. Я чувствую, будет какая-то дичь. Я не знаю, сколько ориентировочных даже нам по улицу по этому пути. Нам нужны курганы. Нам нужны небольшие или большие холмы. Где они находятся, я тоже не знаю. Все, что у нас есть, это ориентир на карте. И мы можем ориентироваться по этому карте. Все. Больше я ничего не знаю. Смотри. Получается, если по картам, нам в ту сторону, вот где-то здесь, в этом месте, находится те самые ориентир. Ну, по крайней мере, по информации из интернета. Нам туда. Вон туда. Ты видишь какие-нибудь холмы? И я нет. А они должны быть. Камон. Мы уже биты час в этом лицо. И куда нам? Надо искать. Надо искать. Мы не могли просто так проехать полтора часа. Это без пробок. Нам надо найти эту точку. Я не сдамся, пока не найду. Нам нужно это место. Нам нужно. И я не уеду отсюда, пока мы не найдем. Неужели? Да твою мать. Это ветки. Бл***ь. Бл***ь. Это б**ные ветки. Это не то. Бл***ь. Окей. Вот. Место, где мы сейчас находимся. А нам, получается, дальше. Нам куда-то вот в эту точку идти. Я уже не знаю, что делать. Мы не можем их найти. Просто тупо не можем. Дерзкий пионерский лагерь Рубин. Это наша следующая точка. Лагерь когда-то принадлежал одноименному заводу по производству холодильного оборудования с одноименным названием Рубин. Это был богатый лагерь, потому что завод мог себе позволить. Это был завод, который производил все холодильники в Советском Союзе и был одним из главных поставщиков данного оборудования. Завод, который содержал этот лагерь, развалился. Как и сам лагерь. В 90-е годы развалилось все. Но в каком состоянии он находился, нам предстояло выяснить. Либо он превратился в пыль и развален, либо же его кто-то выкупил. Ответ на этот вопрос нам предстояло выяснить. Играет музыка Жень, тебе хомяки не нужны, но 6 штук осталось. Угу. Точно? Ну так смотри, последние 6. Сука, блядь, один. Это была моя самая большая ошибка. Наверное, не стоило засовывать объектив своей камеры Евгению в рот. Да, как бы это странно ни звучало, но именно это засовывание испортило все дальнейшие кадры, за которые я хочу извиниться. Но давайте все-таки переступим к рассмотру. Что же было дальше? Ну вот нам типа сюда, ну я что-то не вижу, чищен или не чищен, а здесь чищен. Потому что идти по карте реально далеко, чищен, да? Чищен. Отлично. Ну ведь это понятное дело, здесь вот находятся озера, это понятное дело. Здесь сейчас на территории сто пудов. Мы, наверное, здесь не сможем машину остыть, хотя может быть и сможем. Конечно, вряд ли. Смотри, КПП жилой, нет? Там есть кто? Нет. Там пусто. Добрый день. У меня есть к вам вопрос. Вы в ту сторону, да, у вас КПП? Я пока вчера только прибыл, у меня инструкций пока не было, поэтому я не могу ничего вам сказать. Ну вы же, получается, рубин охраняете, правильно? Не рубин? А в ту сторону можно проехать? Я не могу вам ничего ответить по поводу этого. Поскольку... Ну там же на реке тоже есть КПП, правильно, если что? Мы же не на Реппост, это же Реппост, правильно? Да. Мы же не сюда, мы там... Я не могу вам ничего ответить, честно. Без вороня, без пафоса, без ничего, я не могу вас, правильно, предварительно. Я понял. То есть мы еще не должны... Вам нужно включать на УАЗике, но в какое время он там... Они не уезжали, они там? Были там. Можно мы доедем, поинтересуемся? Ну, поинтересуйтесь, что такое. Спасибо. Все, пойдем сходим. Поинтересуемся, что там и как. Потому что и херня какая-то. А? Идите следы, да? Причем они уходят. А чтобы кто-то приходил, нету. Опять какая-то настораживая. Какая-то дичь. Ну, сейчас у нас главная задача, идти по следам. Там калитка открытая, по ходу шокер. Надо будет вставать. Это будто, нет? И цепь, вот она. У меня вот интересно, а шокер работает? Да, работает отлично. Значит, против собак у меня есть уже. В общем, охраны пока нет. Будем попытаться пройти, как обычно, спокойно и мирно. Если не получится, будем поджидаться, темно ты уже идите ночью, когда стемнется. Потому что здесь явно кто-то бывает. Есть следы, есть свежие следы, которые куда-то уходят на выход. Откуда мы пришли. Две собаки, их явно точно кто-то кормит. Но никого нет. Я думаю, надо просто, наверное, дождаться. Вон тот человек нас уже напрягает. Сейчас хотим переместиться вон к тому зданию, там поставить машину и ставить ждать. Ждать, пока приедет кто-нибудь. Мы в любом случае оттуда увидим. Ну, а там будет видно. Ну все, мы стоим, ждем, пока кто-нибудь поедет по этой дороге. Затаились. Здесь живая рыба, я не знаю. Здесь, наверное, тоже все закрыто. Но вон там наш этот лагерь, вон здание. Будем стоять ждать. У нас есть ряд неких правил, которые мы постараемся придерживаться во время съемок. Первое правило, это не использовать никогда с собой и не брать холодное оружие. И второе наше правило, всегда во все объекты пытаться попасть официально. Видимо, в этот объект у нас не получилось попасть. И проблема была не в том, что охрана не приезжала, с которой мы могли бы, наверное, договориться. Мы встретили девушку. Мы встретили женщину. Я не знаю, возможно, это цыганка, которая нам рассказала, почему у нас не получится туда попасть. Она позвонила своему хозяину, назовем это так, боссу, и узнала, сможем ли мы попасть на территорию Рубина. Решили пока посмотреть, что здесь есть. Подскажите, пожалуйста, в своей стране, мы знаем, есть заброшенный детский пионерский лагерь Рубина. Да, там охрана есть. Вот. Мы хотели бы с ней встретиться и поговорить. Вы не знаете, как часто она бывает. Сейчас, подождите, я звоню. Узнайте, пожалуйста, если у вас есть... Сейчас я главному звоню здесь главному. Ага. Сейчас, подождите. Мне кажется, Зряныча главному позвонит нас отсюда. Выходит. Мы просто приехали из Подмосковья, 4 часа ехали. Короче, мы сейчас узнали, что лагерь выпукли. С нами поговорила женщина любезно. И охрана бывает здесь только два раза в день. Это с утра. Но это плюс. Летом сюда можно приехать. А сейчас, я думаю, мы поедем. Там есть пару заброшенных мест. Снимем их, посмотрим, что как куда. Очень обидно, очень обидно. Пытались позвонить главному. Позвонили главному. Рыбхоза главному позвонили. Он сказал, что знает московских. Типа они в Москве. Москвичи, они не будут брать руки. Ну, ясно. Люди состоятельные, богатые. Не до нас. Вот. Но незаконно мы прибраться не хотим, потому что следы. И мы уже много где засветились. Поэтому здесь наверняка на въезде есть камера. И это большой, огромный минус. Я думаю, сейчас посмотрим, что здесь есть рядом заброшенного. И поедем сегодня в другое место еще. Первая локация не венчалась успехом. Мы не стали ждать охрану. Нам это было ни к чему. У нас шло время, и день потихонечку приближался к вечеру. Проблема с головной болью. Эта проблема с головной болью, я прошу вас обратить на нее внимание. Ведь именно она могла просто привести нас не то чтобы к аварии. Мы могли разбиться на автомобиле. Нет. Она просто могла заставить нашей жизни висеть на волоске. Головная боль. Самая простая головная боль. Обратил внимание такое, что все в моем костюме, вот я оделся, все ко мне как-то относятся, знаете, с предосторожностью. Не знаю, чем это связано. Но армия России должна же защищать. А тут такая херня. Ладно, сейчас мы сходим сюда, посмотрим, что здесь. На год напилить, на год контентом напилить. Ну да. Я тебе могу сказать только одно, что здесь сказали, что аптеки нет. У меня очень болит голова, и ближайшая аптека это только в Можайске. Поехали в Можайске. Здесь в другую сторону ехать. Может там что-нибудь заброшенное. Сейчас посмотрим по картам, может что-нибудь сегодня интересное с ними. Заехали в какую-то деревню. Опять черная деревня. Луч. И нам надо найти как минимум аптеку, потому что у меня очень сильно болит голова. Как максимум какой-нибудь заброшек. Где мы едем сейчас тоже, пионерский лагерь, но хрен его знает на месте он или нет. Уже столько времени прошло. Последняя информация была в 17-м году. Поэтому что нас же это пионерский лагерь. Давай сейчас попробуем дальше проехать. Даже дорогу ведет прям в круговую. И здесь, вы видите, что же тропинка. Злая собака. Очень злая собака. Ого. Вообще посмотрим, насколько там злая собака. Нет, нам изначально интересен сам лагерь. То есть как объект, потому что... Это же СССР-овский объект, правильно? И вот все, что... Это СССР-овский. Мало того, здесь вот есть такой домик, вот этот вот. Называется Кооператив наук. Он был построен, тоже госстроен, так же, как и эти дачи, примерно в этот же, скорее всего, период. Я точно не знаю. Для загородных квартир-академников. Вот, я здесь встретилась с одним из жильцов. Он совершенно какой-то... Ну, у человека весеннее обострение, наверное. Он мне тут сказал, что он вообще самый главный. И вообще тут все его... Действительно, каким-то образом ему принадлежат подъемники. Там есть два спуска. Не знаю, там оба или нет. Вот. И... У меня там машина припаркованная. Там есть. Вот сейчас выезжает. Да елки-папа. А, значит, есть товарищи, когда... Вы не против, если я камеру включу? И... Ну, пожалуйста. Нет, я против. А, хорошо, ну ладно. Я просто вам объяснила, что он... В общем, он мне предложил с ним дружить. Я не знаю, что это, ты знаешь точно. Мазик я не должен. У меня машина припаркованная. Ага. Сказал, вот, чтобы ваши машины вообще отсюда. Я говорю, извините, а кому принадлежит эта парковка? И он, совершенно, какой-то наивный чукотский мальчик, я не знаю, откуда он. Говорят, что он директор какой-то, то ли нефтяной, то ли... какой-то энергетическая компания. Ага. В общем, уже полная. Может быть, это он сочинил, так сказал. И он сказал, что парковка не принадлежит никому, типа, она здесь просто так. Я, значит, его спрашиваю, а вот вы не знаете, там случайно не будут какие-то, ну, сейчас там березки и были поля, какие-то дачные участки. Вот это же Мидовский дач. Ну, да, да, да. Вот. Он сказал, что нет, потому что это земли управят делами президента, четвертое управление. Вот это все, типа, вот как бы, вот это вот их. Ага, я понял. Поэтому, типа, вот нет. В общем, странный человек. Ну, а сюда, в принципе, кто-то есть, с кем-то можно, ну, там поговорим, кто-то бывает. Вот сейчас, там просто зажжется, сейчас будет темно, там зажжется свет. Там же он сейчас не горит. Ну, да, мы приезжали, ничего не было. Вот. А вечером, я гуляла вечером, и там горел свет. Максимально странные локации, чтобы вы понимали, эта женщина не весь разговор попал на камеру. Половину я не записывал, половину задуло, ветрил. И чтобы ваши уши никак не пострадали, я это все вырезал. Но, когда я уже развернулся и собрался уходить, эта женщина мне рассказала о том, что рядом с этим лагерем, чуть дальше в лес, есть бункер, где проводятся опыты. Над кем? Или, может быть, над чем-то? Я не знаю. И эта женщина мне показалась крайне странной. Она каждый раз, пытаясь построить свой диалог, зависала. просто зависала, либо она фильтровала то, что она говорит, либо она была не в себе. Но я хочу рассказать отдельно про этот городок, про этот научный городок. Он не научный. Нет, он не научный. И вот тому объяснение. Лагерь. Научный городок? Что это? Я не могу объяснить, я не могу дать точное объяснение тому, что я видел. Периметр этого городка, в котором находятся всего три дома, огорожен забором. Забор, который сделан из каких-то определенных самодельных вещей. Это ржавые листы, это какие-то баллоны, это какая-то резина. И, чтобы вы понимали, по периметру была натянута колючая проволока. И от нее шел пар. Возможно, она была под напряжением. Но это не самое непонятное самое непонятное. То, что я увидел там человека. Что вы понимали? Территория периметра и внутри стоят металлические какие-то гаражи. И что я вижу? На один из гаражей забирается человек. На голове у него какой-то шлем. Знаете, вот есть такая игра Fallout. И вот все футуристичное, что там это какой-то крайний, какой-то болтик, шайбочки разбитые, забрало, это все на шлеме того человека. Странно, да? Но это не самое странное. Когда он залез наверх, у него сверху был старый советский фонарь. Может быть, знаете, как у шахтеров были? И когда он начал разворачиваться к нам спиной, за спиной у него висела двустволка. Какой-то мужик лазит. Похож, как будто опыт лазит. Нет. Камон, что? Двустволка? В общем, она говорит по какому-то странному мужчину, а я считаю, что это как минимум тоже странная женщина. Но как знать, как знать. Есть вот такой вот еще интересный обед. сейчас мы у меня проезжали, я поговорил с женщиной. Она говорит, там на КПП с той стороны вечером зажигается свет. тут кто-то есть. Значит, можно договориться попробовать. Здесь частный городок. Прямо реально частный городок закрытый. Там пару домов. И там можно как-то попасть. А здесь очень много объектов. Если получится сейчас попасть туда, будет вообще здорово. Потому что очень интересно. Реально очень интересно. все мы сейчас перепарковались напротив главного входа. Так как сказали, что свет там должен загореться, переходим в режим ожидания и ждем, пока пройдет охранник. и там уже будем смотреть. Потому что следы от лав там очень огромные. Прямо полкодавка какой-то. Здесь загорелся свет. Незми у нас никто не проходил. В чем проблема? и там там мы уже сегодня снимем. Чтобы понимали, насколько это все очень трудно и очень тяжело. Мы собрали вещи и поехали дальше. Мы поехали в неизвестность и в темноту. Но что она ждала дальше? Боже, это надо только видеть. Ночь. Моя головная боль дается сильнее и сильнее о себе знать. Она уже начинает превращаться в мигрень и любая проезжающая навстречу мне машина просто делает мне не то чтобы больно, она делает мне нереально больно. У меня каждый свет отражается здесь. Я не могу смотреть мне просто в наслаждение темнота, но нам еще ехать и ехать. И тут в темноте мы встречаем местного человека, паренька, который рассказал нам, куда нам надо съездить. Знаете, наверное, он нам был послан не зря. Он был очень странный, просто одет, ведь это и он сказал, что вам необходимо съездить в самое красивое заброшенное место, на мой взгляд, которое я когда-либо видел. И мы выдвинули в сторону аптеки, я купил себе лекарств и уже по его координатам мы поехали туда, куда он нас направил. Аптека, ура! Слава! Слава славе! Что аптека мне? Надо припарковаться. как назло в этой аптеке нету, сука, двинно. Сейчас едем в другую аптеку. Купил темполгин, надо было пенталгин, или что-то наоборот, перепутал все. Он мне не поможет. Капец, Едем сейчас здоровую в тебе поиск. Ну, так вот всегда, так всегда во всем. Это жопа какая-то. Аптека номер два, надеюсь, ты мне поможешь. Очень надеюсь. Погнали. Мы куда-то прям хорошо, Смотри. Ух ты, это что такое? Рядом сфер горит. Я вижу. Видимо, мы куда-то не туда приехали. Там сфер горит. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Я представитель блогерского собочица. Я диггер. А у меня вопрос. Мне сказали, что здесь в подушках есть какие-то огромные заброшенные здания. Не подскажете, где находится? Пансионат здесь. Пансионат, да? С той стороны? Да. А как туда можно? Мы деревню поставили, можно пешком. Пешком, да, можно? Да, оттуда беременная лежит, приехал сюда. Туда прямо. 200 метров вон. Ага, я понял. А можно туда сходить, посмотреть, поснимать? Я думал, да. Спасибо большое. Можно ли здесь оставить или пешком, машина? Хорошо, ну мы сейчас там поставим машину. Ну да, Спасибо. Вот мы сейчас ищем беремене, оставляем машину и пешком идем. Пешком туда. Сейчас посмотрим, куда нас это все приведет. Зарядим фонари и погнали. Что, спустя две попытки, третья, как думаешь, будет удачно? В общем, сейчас мы приехали в пансионат Полушкина. Он большой, по крайней мере, как нам объяснили, как говорят, что там на самом деле сейчас будет, я не знаю. Это за сегодня третья попытка и чтобы вы понимали, как оно вообще все это в целом происходит. Надеюсь, сегодня мы и сейчас что-нибудь и отцнимем. В чем проблема, как говорится, в чем вся соль? Я вроде бы починил фонарь и вот не починил фонарь. Как обычно, один не работает. Темно. Слушай, ну вообще, куда все, правильно же мы идем? По идее, да. Древие. Ну, если ты говоришь, что по идее, да, значит, по идее, да, значит, по идее, правильно. Нам где-то сейчас метров 50-70 идти до точки. Нацепил петличку, чтобы меня было лучше слышно. Ну, чтобы когда я камеру поворачивал, не зависело от того, как я говорю. Надеюсь, что сейчас что-нибудь интересное будет. Дорога чищена, сейчас мы разговаривали, вы видели с местным товарищем, он говорит, туда. Ну, раз туда, значит, туда. О, погнали. Женек, не забудь, объектив. Объектив не забудь, выкрутить. не забудь. Че, может, я вперед пройду? Даня, с ним рождение. Давай сюда сейчас посмотрю. ежуак, ежуак, ежуак. Страшно. Нет, не страшно, уже не страшно как-то. Ого! Уже как-то больше интересно, чем страшно. смотри. Межконтное строение. Давай батарейки с ним. Посмотрите. Да, сейчас. О, фига себе. Ого! Свет появился, огонь прям слипит, капец. Ладно. Аккуратно. Ого, да. Улица там, уже? Да. там улица. Сокровищница мира. Всякие брюлики, бриллианты. А это больше про искусство, наверное. Да. Ак, до, до, до уголса. Понятно. Вот тут батеньки детские. Окей. Нет, здесь пусто. Здесь только батинские детские. Аэромакс. Здесь ничего нет. нет, там только детские ботинки и все. Будет приколой, если не запишет. Да. Ого. Слушай, а что такое большое зрение? Думаю, там зашли, получается, прошли лево-право и потом сразу в коридор. А что это такое вообще? А я не знаю. Смотря, здесь ракеты походу стояли. Ну, походу, да. это больше похоже на электрический шкаф. А? На электрический шкаф больше похоже. Охренеть. Ёпта. Тут много всего. Аккуратно. Давай, иди туда и сюда пойдем. Это тоже холл. Это тоже холл. Так, а что у нас там, что стены? здесь полное отсутствие крыши. Там нет никого. Врат, нет никого. Ладно. Попробуем без петлички, что ли, походить. Это была самая большая ошибка. Мне не стоило вытаскивать петличку из камеры, либо мне не стоило вставлять петличку в камеру. Почему? Да просто потому, что 20 минут следующего видео просто без звука. Я попытался вставить вам кадры и показать то, куда мы пришли, но это звук с камеры оператора. Все, что говорил я и комментировал, этого нет и не будет. Я вырезал это все для того, чтобы вернуться еще раз в это место и записать здесь все более качественно и профессионально. Это такой фейл. Я запорол 20 минут видеоряда. Основного видеоряда. Но на этом еще не все. тут подвал. Тут подвал. Подвал? Да, погнали. Тихо, 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 тихо. А вот колонны. Что? Колонны. Где? Мы на 1, где-то там, где-то есть, если что. там полюбанки-то есть. Пойдем, проснавчим. Мы не потеряемся, не забудем здесь. Я могу так и обойдем. Смотри, там еще здание, куда оно уходит. Охренеть. Посвети вдаль. Куда? Вдаль. Колонны. Чувак, колонны. Ты видишь? Ты это видишь? Угу. Я не здоровый. Пойдем-ка туда. А? Я так понимаю, пойдем туда, сколько? Я так понимаю, где-то было что-нибудь. тут неудобно ходить. Снега очень много. И плюс не видно, что вообще под снегом. Потому что, видишь, вот там вот это завалы какие-то. То есть туда можно провалиться и наебнуть ногу. Потому что здесь здание, смотри, оно разрушено идет. Тихо. неудобно ходить. Я слышал. Да я слышал. Да я слышал. Здесь круто, надо было сразу сюда гнать, потому что здесь я предлагаю сюда вернуться летом, потому что здесь во-первых будет зелень, будет красиво очень, а во-вторых здесь нужно еще днем отснять, это все. Летом здесь будет просто мега мощно, мы обязательно сюда летом еще зайдемся, но пока погнали внутрь, мне очень интересно что осталось. Ого, в подвал пойдем? Я думаю можно, сначала пойдем. Ты смотрел целый ход, не снахил, а резерв пилот? Смотри, смотри, иди сюда. Первая часть обитки была там, где она... Охренеть! Просто... Набельсации, капиталисты, капиталисты... Обид, призывательное участие... Обид, призывательное участие... Все, погнали дальше. Надеюсь, сейчас меня слышно. Е-е-е-е... ... ... Туалет У меня камера садится. Чувак, у меня одна палка осталась. Что? У меня теперь скоро камера садится. Не, не, посмотри сюда. Что такое? Если бы мы пошли через тот вход, видишь? Полностью опали. Это главный центральный получается? Да, да. Охренеть. Так что тут аккуратненько с него надо ходить. Море кирпичности она полностью упала. Лед. Много седов, но я не знаю свежий или нет. Там здание это. Видишь? Там наше здание. Да. Поэтому надо искать выход. Жмёк. Сейчас. Ты посмотри на это. Какое же это всё масштабное было, а? Это просто, не передай словами. Там, скорее всего, было ещё окно в том месте. Знаешь, такое, короче, цветное. И это просто красиво. Охренеть. В общем, сейчас мы пойдём, поставим камеру на зарядку и вернёмся, пролём второй этаж, третий этаж. Здесь, конечно же, опять никого не встретили. Мы, конечно же, не встречали, но всё же может быть всякое. Тричь? Не, не, не. Просто вышли немножко из другого места. Да. Ну да. Мы выбрались почти. Что я хочу вам сказать, друзья. Сегодня был просто ужасно безумный день. Мы побывали в трёх местах. Последнее место летом будет просто шикарное. Мы сейчас не пойдём на второй, на третий этаж, потому что очень сильно устали. Не замёрзли, просто устали. Ещё сейчас три часа обратно ехать. Я говорил, ещё раз повторюсь. Это видео не претендует на звание самого лучшего видео на моём канале, либо на какую-то отдельную рубрику. Нет. Я просто хотел вам показать, как проходит и происходит моя съёмка. Через что мы проходим и что нам приходится преодолеть, чтобы снять те или иные места, кадры людей. Знаете, уже я давно занимаюсь видеосъёмкой. Канал в последнее время стал у меня расти. Мне очень приятно. Я благодарен каждому из вас за то, что вы подписываетесь, вы ставите лайки, комментируете. И ваша активность – это то, ради чего стоит делать этот контент. Друзья, я хочу сказать спасибо каждому. И знаете, я хочу попросить вас об одной вещи. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, нажимать на колокольчик, ведь это очень важно. И оставлять снизу комментарии. Чем больше комментариев, тем видео будет продвигаться дальше и дальше. Но для тех, кому даже этого контента мало в студии с оператором, со звуком, со всеми заморочками, есть отличная новость. Снизу в описании будет ссылка на донат. Я не прошу, не заставляю никого. Я просто говорю, что у тебя есть такая возможность. Все полезные ссылки в описании. Меня зовут Ракета. Всего доброго. И увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok